Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 31 мая. Наконец-то я добралась до перцев. Сейчас буду высаживать перцы в теплице. Вчера начала освещать темы перечные, которые люди многие ждали. Все удивлялись, почему я не говорю про перцы. Но я вчера уже объяснила, что они у меня растут сами по себе. Стояли и стояли в теплице, в домовой, на стеллаже. Вот теперь я сейчас буду высаживать и я буду все попутно рассказывать. Вот тут пришел вопрос, как я заглубляю или нет, какая схема посадки. Я сейчас также буду делать пошаговое видео, как я высаживаю. И начну с того, что перец, он намного теплолюбивее, чем томаты. У нас в сибирском регионе в открытый грунт мы его высаживаем, но все люди не раньше 10-15 июня. То есть до высадки в открытый грунт еще полмесяца. У меня есть и для открытого грунта скороспелый сорт венти, который вызревает в открытом грунте. В теплице высаживаем в конце мая, если не обогреваемая. Если бы теплица была обогреваемая, я бы высадила раньше. Но эта теплица не обогреваемая и обогревать ее смысла нет и невозможно. Я в прошлом году говорила, что она составлена с улетевшей теплицы. Это теплица Франкенштейн, и она вся в дырках. Видите, вот пробоины, вот такие пробоины у нее. Она вся склеена, скотчем залеплена. Поэтому я в нее рано перец не высаживаю, потому что отапливать ее невозможно. Она состоит из дырок на 50%. Все, не будем на этом заостряться. Что вот сейчас начала высаживать, тогда про высадку и буду говорить. Но, конечно, перед тем, как высадить, готовлю теплицу. Так как у меня сейчас горячая пора, я там занимаюсь, пластаюсь с томатами, я попросила сына, он вчера вот мне вскопал и попросила принести мне перегной. Перегной стараюсь добавлять каждый год, потому что все-таки перец, ему нужно много питания, он любит плодородный грунт, но тут нужно быть осторожным. В него нельзя добавлять, вот в этот грунт, свежий навоз. Если вот огурцы у нас, мы говорили, что там и свежий навоз, и настой коровика, применяется все, то перец не нужно такими удобрениями сдабривать землю наисвежайшими. У него есть такая черта, так же, как у томатов, он может уйти в зеленую массу в ущерб плодоношению. Так что вот я перегной всегда использую, такой уже очень-очень перегнивший, который фактически земля. Просто земля рыхлая, плодородная, для улучшения структуры грунта, чтобы грунт был воздухопроницаемый, чтобы он был рыхлый, мягкий, чтобы им было хорошо, им не было приятно работать. Вот вы уже видите, что половина теплицы разделена на две части. Я буду сейчас вот так разравнивать, делать лунки. Когда сделаю хотя бы пол теплицы, тогда вам покажу. Сразу скажу, что я их сажу парно. Но не могу сказать, что это два перца в одну лунку. Просто строчками, вот смотрите, вот тут будет строчка, и там строчка. В каждой строчке по два перца. Они будут на удалении, сантиметров на 20 друг от друга. Но все равно подтягивать я их буду к одному колушку. Так делаются дорожки шире, когда я их сгребаю вот так. Так экономия колушков, опять у меня экономия подвязок. Все это делается для удобства, для удобства обслуживания, чтобы мне можно было здесь очень хорошо быстро ходить, обслуживать. Там, например, может быть, опрыскивание делать. Все, сейчас выключаю камеру, начинаю земляные работы. И потом покажу вам, на каком расстоянии находятся лунки. Если честно, делаю на глаз. Я вот первую отмерю лунку от лунки, а потом уже просто как, ну, основываясь на свой природный глазомер, рою луночки как придется. Но они получаются всегда все ровные. Чтобы приготовить лунки, я вот это все разравниваю, делаю это все уже вручную. Потом вот эту землю с перегноем все вот так лопаточкой перемешиваю. Ну, это, конечно, трудоемко, но она еще раз взрывается, делается равномерной. Потом беру мерную палочку, у меня вот 40 сантиметров. Могу ей отмерять. Короче, мне самое главное сейчас сделать лунки с шагом в 40 сантиметров. Вот у меня один центр, следующий 40, потом еще 40 и еще 40. И вот когда я, видите, наметила луночки, могу наметить один сначала ряд или наметить оба сразу. Вот я сейчас наметила один, и я покажу вам, чтобы подольше не заходить мне потом в эту теплицу, чтобы перцы мои росли без проблем, я буду сразу заправлять. Буду подсыпать рыбную муку и золу. Вообще, везде пишут добавлять по одной ложке, но так как я уже примерно знаю, и для ускорения у меня все они в бутылочках, я просто иду и вот по ряду досыпаю этой рыбной муки. Потом точно так же, я сейчас вот камеру уберу, я возьму золу и также добавляю золы. Все это очень быстро. Взял бутылку, по ряду прошелся. Раз, раз, раз. Все, и заправка лунок происходит очень быстро. Сейчас я возьму тот же совочек свой железный, и я просто вот так вот все-все-все перемешаю, снова выровняю вот так, и в каждую лунку я сейчас буду высаживать по два перчика. Вот такая заправка, мы же знаем, что перцу так же, как и остальным растениям, нужен азот фосфор калий. Вот такая заправка, это полностью натурально, экологически чистая. Здесь пока у меня не будет никаких минеральных добавок. Азот я внесла в виде перегноя, фосфор и калий в виде золы и рыбной муки. Вот зола и рыбная мука, если бы было их в достаточном количестве у меня, можно было бы полностью выращивать на них растения, потому что там есть и фосфор, есть и калий. Хоть немножко в меньших количествах, чем вот в минеральных удобрениях, в фабричных магазинах, но все равно этого достаточно. Иногда бывает, что добавив фосфора и калия, и перегноя хватает даже на целый год. Но это с условием, что здесь добавлена еще черная земля, вот полевая, которая именно не истощена еще растениями. Я посмотрю потом, вот первый месяц точно ничего не буду добавлять, потом посмотрю, возможно, буду делать опрыскивания какие-нибудь, но в грунт вносить я уже ничего не буду. Сейчас буду, когда высаживать, покажу с заглублением или нет, делаю, сразу говорю, что с заглублением, и покажу, на каком расстоянии будут рядочки. Но как делаю лунки, вы уже поняли, здесь по центру протягиваю веревку, это всегда, чтобы центральная дорога была ровная, как улица, а там можно обойтись без этого, потому что, смотрите, там у нас ограничитель, это стенка, от стенки отступаю вот такое расстояние, и пошла. И там я уже не отмеряю расстояние, потому что делаю лунки параллельно этим. Просто смотрю, тут лунка, хоп, там, тут лунка, раз, там. И вот как иду, и глядя на эти лунки, делаю парный там, тот ряд будет намного быстрее, потому что там не надо протягивать веревочку, там не надо отмерять расстояние, там сейчас разровняю, намечу лунки и также заправлю. Все, это будет вот пол теплицы у меня готова к высадке. Сегодня, я надеюсь, высажу эту половину, а вторую половину я вам не показываю, потому что там я хочу в этом году подселить к перцам арбузы и дыньки. Вот выделю там место, перцев в этом году немножко потесним. Вот и день подошел к концу, я не успела высадить всю теплицу, только половину, и все это замедляется, конечно, из-за того, что приходится все это руками перемешивать, вот этот вот перегной, рыбную муку, залу, потом еще поливать их. Я завтра с утра приду, буду досаживать на второй половине, там какую-то часть, которая осталась, и покажу, как я буду высаживать. Но вот сейчас, уже даже посмотрев беглым взглядом, видно, что множество вот перцев у меня уже с плодами, с цветами, и, возможно, какие-то из них скинут плоды или цветы, но это ничего страшного, тут завязи много, и видно даже вот так вот невооруженным глазом, опять, что какие-то более раннего посева, которые с плодами, с цветами, а какие-то есть, ну, небольшие, еще даже не цветут, потому что сеяла я в несколько сроков, в два или в три, все они разделяются, потому что посеять сразу все невозможно. Конечно, вот эти самые ранние, это которые взошли в феврале, в начале февраля, рамира, бигмама, с рамирой, с перцем рамиру, я в том году, как опростоволосилась, посеяла поздно, вместе со всеми, и он у меня не вызрел, я даже снимала видео про это, и мне потом опытные люди, которые выращивают его по несколько лет, сказали, что его нужно сеять немного пораньше, я в этом году его посеяла пораньше, и высаживаю тоже уже с плодами, посмотрю, поможет ли мне это получить спелый урожай на корню, а не дозаривать его в подвале, как я в прошлом году делала, и то он плохо что-то доспевает, завтра все подробности расскажу, потому что сегодня уже у меня сил нет ничего рассказывать, не успела я сегодня ничего сделать запланированного, еще пришлось уехать на вокзал, я рассказывала вам, в Екатеринбург-то отправляла томаты, пришлось везти их туда, все это время я потеряла, и ничего я сегодня не успела, доделывать буду завтра, и подробно показывать, прям поставлю штатив, и со штатива буду снимать, чтобы обе руки были у меня свободны, буду показывать, как я там взрыхливаю, как руками вот это перетираю, все эти удобрения, насколько заглубляю, как потом закрываю грунтом, как поливаю, все от начала до конца, именно посадка одного-двух кустиков, один раз увидите, ну и остальные также, значит, у меня посажены, пока прощаюсь, и вот теперь, когда лунка уже заправлена удобрениями, все, она готова, я начинаю их высаживать, я еще раз вот так вот прорыхливаю, прям хорошо, хорошо, чтобы поглубже было мягко, и высаживаю всегда с заглублением, хотя и существует, как такое, какой-то легенда, или что, что перцы не дают дополнительных корней, но они корни дополнительные дают, у них эйзи сейчас хорошие, я вот так заглубляю, стараюсь, насколько возможно, заглубить, делаю это на грунт, на такой, не очень влажный, я потом уже поливаю, потом заливаю полную лунку воды, а сначала, изначально, ой, вот здесь сломался стаканчик, это плохо, так как у меня все перчины почти, уже с плодиками, вот они, уже с завязями, мне нужно стараться, как можно меньше повреждать при высадке, сейчас, я их посадила, и поливаю, прям все, лунку поливочную делаю полностью, вот еще одна у меня, сейчас вода уйдет, я полью ее еще раз, потому что первый полив, так же как у томатов, делаю очень обильный, перцы у нас влаголюбивые, они любят, в отличие от томатов, когда их по листьям поливают, все, на этом моя высадка перца закончилась, сегодня вот уже 1 июня, я вчера говорила, что я ночь переночую, буду высаживать на следующий день, вот высадка перца уже почти закончилась, тут у меня осталось вот здесь несколько штук, и там чуть-чуть еще подсадить и полить, все, на этом высадка перца, правда, заканчивается, перец садить удобнее, он потому что маленький, компактненький, они у меня все почти в стаканчиках, вытаскиваешь из стаканчика и садишь, он редко, когда перерастает рассада, как у томатов, чтобы она вытягивалась или что-то, рассада вся крепкая, высаживать быстро, но много вот это, я уже говорила, перемешивание вот этого грунта, заправка, если бы ничего не делать, просто втыкать в лунки, было бы намного быстрее, но так как я хочу освободить себя на ближайшие 2-3 недели, чтобы ничего здесь не подкармливать, я делала вот так, все, до свидания, это было видео, как я высаживаю перцы, пошагово, подробно, все вам показала,